всем привет и первое с чего мы начнем сегодня из того что вспомним ту модель глядя на которую мы с вами должны были прийти к ясному выводу того что наша реакция на людей наше недовольство людьми наше недовольство обстоятельствами в общем все наши негативные эмоциональные реакции напрямую связаны с тем что мы пытаемся устроять нашу жизнь именно по этой утопической модели и если мы с вами осознаем не эффективность этой модели устроения жизни тогда вот этот финальный этап ваших эмоциональных реакций недовольство на других людей раздражение гнева возмущения все это должно стать для вас индикатором показателем того что что-то внутри вас не так проблема не в людях которые сейчас вас раздражают проблема именно в том как вы пытаетесь устроять жизнь в этой сфере это где-то внутри вас произошел сбой это внутри вас вы сами запитали себя не к тому источнику поэтому ваши негативные реакции ваше негативное эмоциональное состояние должно в первую очередь остановить вас самих и сказать стоп проблема у меня и если уже здесь вы научитесь останавливать себя и осознавать проблему номер один которая связана лично с вами и находится внутри вас тогда вы не будете искать виноватых вокруг себя и для многих из вас это будет уже огромным достижением когда вы перестанете обвинять людей которые вас раздражали которыми вы прежде были недовольны когда вы перестанете рассматривать их как главную проблему это уже избавит вас от многих страданий они всего лишь как лакмусовая бумажка которая указывает на то что ваша внутренняя среда находится не в должном состоянии и вы подключены не к тому источнику но если мы все еще продолжаем жить по этой старой модели мы всегда будем приходить с вами к поиску виноватого почему да потому что в этом цикле все может выглядеть так что вы все вроде бы делаете правильно а все вокруг вас все делают неправильно почему это в жизни такая несправедливость ведь я же все делаю правильно но при этом я несчастен кто в этом виноват все кто угодно только не я ведь я же прав где виновный где-то рядом со мною и соответственно мы переходим к следующему пункту мы ищем виноватого мы обозначаем виновных и как только мы обозначили вот кто виноват после чего мы переключаемся в следующий режим жизни и начинаем тратить массу энергии массу сил на перемену этих людей на ломку этих людей мы тратим на это и свои силы и свое время и все свои внутренние ресурсы что в результате как правило приводит больше к разрыву взаимоотношений чем к их созиданию но если вы понимаете что проблема не в людях даже если они несовершенны даже если они поступают неправильно если моя реакция это недовольство гнев возмущение первая проблема с которой мне нужно разобраться это я и мне нужно задать самому себе вопрос что в этой сфере находится не в должном состоянии что в этой сфере у меня находится не в должном состоянии какой источник в этой сфере я обозначил сам для себя какой процесс к этому я устроил как я это контролирую какие удовольствия я желаю отсюда получать и причем здесь те люди на которых я раздражу когда вы научитесь распознавать свои обманчивые источники тогда вы сможете направлять все свои усилия и все свое внимание на наведение порядка внутри самих себя осознание проблемы есть первый шаг на пути к ее решению поэтому я побуждаю каждого из вас практикуйте рассматривайте проецируйте эту модель на те или иные обстоятельства через которые вы проходите ставьте сами себя под рентген научитесь делать этот здоровый самоанализ тому что происходит внутри вас научитесь давать правильную оценку тем или иным конфликтным ситуациям через которые вы проходите то что вы можете знать вот как неправильно строить жизнь а вот как правильно ее строить еще не значит что вы начали так действовать и ваша жизнь начала изменяться прежде чем вы перейдете в режим практических действий прежде всего вам нужно будет научиться так думать думать по-новому а для этого понадобится время события за событием анализ за анализом может быть вам еще не раз придется переслушать эти уроки цель номер один в том чтобы вы научились думать по-другому чтобы в результате давать новую оценку как самому себе так и обстоятельством вокруг вас если благодаря этой модели вы перестанете двигаться в режиме осуждения или в режиме поиска виноватого то вы уже на верном пути исправления и вы уже выходите из ловушки обмана и становитесь на путь поиска истины и как мы уже сказали причина почему мы продолжаем жить вот в такой модели жизни только потому потому что мы не научились черпать удовлетворение конкретных своих внутренних потребностей от главного источника которым как мы уже сказали является бог и самый яркий пример продемонстрированный для нас из всех живущих на земле людей является иисус христос именно иисус как сын человеческий как человек пришедший на эту землю именно на нем мы можем видеть пример пример личности которая умеет почерпать удовлетворение всех своих внутренних потребностей от взаимоотношений со своим отцом вы спросите чего ты это взял да потому что когда мы с вами смотрим на факты происходящие в служении иисуса на протяжении всей его земной жизни то мы видим следующее мы видим что люди которым он идет и служит не все его принимают были те которые его любили были те которые его ненавидели были те для кого он что-то делал исцелял освобождал творил чудеса но которые впоследствии не воздали ему должными почестями благодарностью иисус сталкивался с тем что он мог собрать вокруг себя учеников в начале 12 затем 70 затем 120 и однажды чуть ли не 90 процентов учеников поднимаются и уходят от него обвиняя его в ересе и в том что его учения но какое-то неправильно служение иисуса был другой постоянный факт внутри его команды 12 учеников находится одна личность которая каждый раз ворует его деньги и ворует так что об этом никто не знает никто кроме одного иисуса представьте что иисус всякий раз знал что иуда ворует деньги он знает это на протяжении трех с половиной лет своего служения если бы вы знали что человек которого вы взяли к себе в бизнес вы доверили ему что-то а он за вашей спиной ворует ваши деньги хитрит лукавит с вами если бы вы узнали об этом как бы вы реагировали на этого человека скорее всего если бы вы не подрались с ним то как минимум вы хотя бы изолировали его выгнали его прочь из команды удалили его из своего окружения и больше никогда бы не подпускали к себе вы разорвали бы с ним всякие взаимоотношения но удивительно иисус продолжает служить вместе с иудой и самое главное это не делает его несчастным возвращаемся к нашему главному фокусу иисус как личность является внутри настолько целостным настолько самодостаточное что все происходящее вокруг него не делает его несчастным в евангелии матфея 5 глава богослову называют это нагорная проповедь где иисус говорит заповеди блаженства расширенный перевод слова блаженный это счастливый в этой нагорной проповеди иисус учит кто же может быть счастливым иисус уча о том как быть счастливым сам при этом должен был быть счастливой и блаженной личностью он умел быть блаженным счастливым человеком источник его блаженного счастливого состояния находился как раз не во внешнем материальном мире он находился в мире духовном и кто являлся этим источником для иисуса им являлся бог отец одна из ярких евангельских историй которые мы читаем в библии эта встреча иисуса самарянка и у колодца это описано в евангелии от иоанна 4 главе посреди зноя иисус остался у колодца и ученики его отлучились и пошли купить пищу и вот колодца приходит одна женщина самарянка для того чтобы почерпать воды иисус заводит с ней разговор и просит ее дай мне пить и в этом разговоре иисус говорит ей следующую важную фразу если бы ты знала кто говорит с тобой ты сама просила бы у него воды и он дал бы тебе и вот важные стихи 13 14 иисус говорит всякий пьющий воду сию вас жаждет опять а кто будет пить воду которую я дам ему тот не будет жаждать вовек но вода которую я дам ему сделается в нем источником воды текущей в жизнь вечную и так иисус говорит ей о том что смотри ты всякий раз приходишь к этому колодцу ты всякий раз почерпаешь эту воду но это вода не может решить вопрос твоей внутренней жажды то есть она не может удовлетворить твою внутреннюю потребность в жажде почему да потому что тебе всякий раз нужно приходить сюда чтобы почерпать эту воду но затем он говорит у меня есть вода вкусив которую у тебя внутри откроется источник который уже будет не на время но который сможет удовлетворять тебя навеки источник текущей в жизнь вечную что для нас важного в этой истории она очень демонстративно и показательно перед нами женщина о которой иисус сказал у тебя было пять мужей этот который сейчас с тобой он тебе не муж он так точно описал историю этой женщины что это впечатлило ее на что это нам с вами указывает перед нами женщина которая поменяла пять мужей если мы зададимся вопросом почему эта женщина вступала в один брак потом разорвала его во второй брак потом и его разорвала и потом снова третий брак который закончился разводом четвертый брак заканчивается разводом затем пятый муж и там тоже заканчивается разводом и теперь у нее шестой мужчина о чем это нам с вами должно говорить что эта женщина находилась в той же самой модели жизни которую мы с вами ранее рассматривали она определила мужчину как источник удовлетворения своей внутренней потребности она так верила все что мне нужно это найти такого мужчину который смог бы удовлетворить мою внутреннюю потребность она взяла одного и может быть какое-то время это доставляла ей удовольствие затем через время она все равно становилась перед фактом что она не удовлетворена нет это не то я и сменю его затем взяла другого получила удовольствие но не смогла получить удовлетворение разорвала с этим отношения затем появился третий муж затем та же история она получает удовольствие но не имеет удовлетворения разорвала с ним взаимоотношения снова в четвертый раз выходит замуж и иисус как бы ей показывает ты каждый раз ходишь к этому колодцу а он не может доставить тебе полного удовлетворения и затем он говорит но у меня есть вода которую если ты будешь пить то произойдет удивительное чудо внутри тебя откроется источник который будет удовлетворять тебя вовеки и так мы снова с вами приходим к тому что утверждаем что есть модель модель устроения жизни в которой бог может являться главным источником опять-таки не просто религиозной личностью вокруг которой мы все должны вращаться и которой мы все должны служить понимаете что старое представление о боге она всегда сводится к тому что мы привыкли рассматривать бога не как источник а как потребителя который нас с вами рассматривает как источники для удовлетворения своих внутренних потребностей мы так привыкли думать что богу нужно чтобы мы пели ему песни какие-то дела делали заповеди исполняли и все для чего для того чтобы он от этого получал удовлетворение тем самым мы как будто проецируем эту модель что бог сделал нас своим источником что он черпает свою значимость от того поем мы ему или нет перестаньте так думать бог никогда не рассматривал нас как свой источник бог это целостная и самодостаточная личность и он изначально задумал так чтобы быть для каждого из нас великим и безграничным источником не узко в какой-то одной сфере она вечность и в устроении каждой сферы нашей жизни и в это нам с вами необходимо еще больше погружаться еще больше размышлять поэтому на следующих встречах мы еще более детально будем говорить об этом и разберем каким образом нам перейти из одной модели жизни на другую она сегодня все на следующей встрече увидимся и продолжим и и и и и и и